Прошлите, пожалуйста, как сказал господин министр, о том, что сегодня глобальное потепление дает нам новые угрозы, именно новые, неизученные угрозы. В этой связи работа перестроена, сейчас мы работаем тесно именно с наукой и практикой. Тесно работаем с институтом географии водной безопасности в области силы, и здесь она нам очень сильно помогает давать нам их разработки. Второе, сейчас все ученые перестроили фокус лучших исследований на наши новые риски. Третий вопрос, это совместные обследования, аэровизуальные, беспилотники, наших сотрудников совместно с учеными. Для этого мы сразу выстраиваем совместные приоритетные работы, делаем паспортизацию будущих уже рискованных участков, а также принимаем приоритетные меры. И очень важный фактор, сейчас мы также работаем с международными организациями и наладили связь с 12 научными институтами зарубежными, где сегодня видим о том, что цивилизация это перспектива для предотвращения угроз. Здесь я хотел наглядно показать, какие сегодня мы имеем механические посты, это просто простые рейки, мутность воды это визуально, и термометр. Сейчас же цифровая станция может все онлайнить и все показать. Помимо этого, здесь идет уже сейсмодатчик, который очень важен для нас, любая сейсмика, она влияет также и на море на озера. Далее у нас 33 станции, 31 была припитана Акиматом города Алматы, и вместе с тем 2 станции, это института мегографии водной безопасности. Далее сейчас мы сделали анализ, что нам нужно, и перспективу нашей по всей горной местности установить все вот эти цифровые датчики, включая лавины, потому что в горной местности горноложные части тоже необходимы. И хотел показать актуальность, как вы видели сейчас на видео, случай был, который в Каргале. Основная причина – русло было не зарегулировано, был размыв. В этой связи Акиматом было в 2017 году сделано русло, каскады, чтобы сбивать скорость. И также сейчас у нас имеются такие участки на Улькен-Алматы, Иссык-Каскелен-Талгар и Плотино-Тургене. Здесь небольшие участки от 500 метров до 3 километров. Если эти проекты мы сможем реализовать, и Акиматы готовы софинансировать, делать такие так называемые комфортные зоны, мы обеспечим безопасную и комфортную зону для населения, около миллиона человек. Очень важная работа. У нас совместная программа идет, в ближайшие 3 года мы значительно укрепим и проведем полную цифровизацию, и поддерживаем материально-техническое оснащение в смысле кассиризащиты и департаменту чрезвычайной ситуации по городу Улькен.